Здравствуйте! Меня зовут Елена Зеленова, и сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно знать учителю математики о новом образовательном стандарте. Математика. Это слово знакомо любому человеку. На самом деле трудно найти такую область знаний, где бы не использовались инструменты математики. Математика учит думать, рассуждать, принимать правильные решения. Жизненные процессы и явления можно описать языком математики. Знание математики позволяет правильно обрабатывать информацию, статистические данные, делать правильные выводы. На уроках математики важно научить не только считать, решать задачи, но и развивать очень важные для ребенка компетенции, способности, которые пригодятся ему в повседневной жизни, в осуществлении выбора будущей профессии, в развитии своих личностных качеств. Сформировать эти компетенции – задача современной школы. На это ориентирует новый федеральный государственный образовательный стандарт. С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый образовательный стандарт, который определяет требования к структуре, результатам и условиям реализации основной образовательной программы, закрепляет минимум содержания основного общего образования. Процесс формирования личности является основой образования. В новом стандарте конкретизированы требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. Все результаты реализуются через деятельность и взаимосвязание. Личностные результаты, представленные в стандарте, детализированы и учитывают важность гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, трудового и экологического воспитания. Стандарт отмечает важность и физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, а также осознание школьниками ценности научного познания. Предметные результаты по математике тесно связаны с ними. Приведем несколько примеров. Такой личностный результат, как понимание ценности отечественного и мирового искусства, формируется на основе предметного результата умения распознавать проявления законов математики в искусстве. А, например, ориентация в деятельности на современную систему научных представлений, формируется на основе предметного результата приводить примеры математических закономерностей в природе и общественной жизни. Личностный результат умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам формируется на основе предметного результата умения проводить классификацию фигур по различным признакам. Основой метапредметных результатов обучения являются универсальные учебные действия. Целостное развитие личности обучающихся обусловлено освоением универсальных учебных действий, которые формируются на основе предметного содержания. В новом ВГОС они разделены на познавательные, коммуникативные и регулятивные. Рассмотрим, как в предметных результатах можно увидеть метапредметное содержание. Так, познавательные универсальные учебные действия по работе с информацией, формировать умение выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи, возможно через освоение предметного результата решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и факторов. При этом выражать себя, свою точку зрения в устных и письменных текстах возможно через умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицальные высказывания. Переходя к предметным результатам, следует отметить, что теория вероятности и статистика выделена в отдельный курс. Таким образом, предмет математика теперь включает в себя учебные курсы алгебра, геометрия, вероятность и статистика. А значит, у нас должны быть соответствующие рабочие программы. Говоря о предметных результатах, следует отметить, что в новом стандарте их формулировки детализированы. Результаты представлены на базовом и углубленном уровне. Добавлены новые результаты. Говоря о появлении углубленного уровня, важно заметить, что их освоение позволит школьникам сориентироваться в выборе дальнейшего профиля, определиться с будущей профессией. В чем принципиальная разница предметных результатов базового и углубленного уровня? В расширении содержания. Так, если на базовом уровне мы изучаем последовательность, арифметическую прогрессию, геометрическую прогрессию, то на углубленном уровне это содержание дополнено понятиями ограниченной последовательности, монотонно возрастающей или убывающей последовательности. Кроме этого, результаты базового и углубленного уровня различаются с точки зрения деятельности учащихся. Так, на базовом уровне предполагается, что учащиеся будут распознавать понятия, выполнять действия с ними в хорошо знакомых ситуациях при решении задач с практическим содержанием. В то время как на углубленном уровне они должны уметь объяснять смысл понятия, применять его свойства в измененной ситуации в ходе рассуждений, доказательств, решений практикоориентированных задач. Наряду с изменениями в формулировках результатов в математике есть еще одно изменение – расширение планируемых предметных результатов темой, связанной с понятием графа. Результаты представлены и на базовом, и на углубленном уровне. Освоить и использовать в своей работе планируемые результаты, составленные в соответствии с требованиями в ГОС, вам поможет сервис Московской электронной школы. Планируемые результаты МЭШ позволят сделать цель урока понятной как учителю, так и ученику, помогут педагогу определить формы работы по их достижению, сформулировать критерии оценки и выбрать необходимые оценочные процедуры. Стоит отметить, что в МЭШ представлены планируемые результаты трех типов. Репродуктивный результат характеризуется умением воспроизводить готовые знания, действовать знакомым способом. Продуктивный результат – извлекать знания из информации, заданной в неявной виде. Преобразовывать способ в измененных условиях. Рефлексивный – осуществлять самостоятельный поиск и открытие знаний. В следующем ролике мы расскажем о том, как составить рабочую программу с учетом требований нового стандарта. Следите за нашими выпусками!